Задержание выходца из Средней Азии в аэропорту Барнаула. Июль этого года. Мигрант примкнул к террористам и даже готовился к боевым действиям на Ближнем Востоке. В Барнауле он собирал информацию о местах массового скопления людей и отправлял фото с привязкой к местности. Задача стояла в том, чтобы сделать снимки крупных объектов мест массового пребывания людей. В принципе, объект может быть любой. Начиная от вокзала и заканчивая торговым центром. Цель не в том, чтобы сделать снимок и направить его, а цель в том, чтобы проявить и подтвердить желание выполнять поставленные задачи, даже если не будут носить противоправный характер. К счастью, Алтайский край не знает терактов. Наш регион относит к так называемым спальным районам. Но угроза есть всегда. Александр Кондрашов рассказывает, в основном к террористам примыкают трудовые мигранты, молодежь и лица, отбывающие наказание. Традиционно выделяется два вида мотивов. Это материальные и идеологические. Но если говорить проще, то, как правило, в эту сферу попадают лица, которые не имеют какой-то серьезной цели в жизни. Попадают маргинальные группы, в данном случае имеют низкий заработок, либо не нацелены на его получение. Поэтому силовики не только выявляют и пресекают теракты, но и проводят профилактику, чтобы неподготовленный человек не стал приверженцем террористов. Заур участвовал в нападении на Нальчик в 2005 году. Приговорен к 18 годам заключения. Говорит, только в колонии многое для себя осознал. Вообще-то тяжело нападать на людей с оружием. Морально, психологически стрелять, не знаю. На тот момент я считал, что я делаю правильные вещи. Что-то бы не святое дело. В Алтайском крае более 8 тысяч объектов требуют антитеррористической защиты. Это школы, спорт-объекты, торговые центры. И, кстати, работу российских силовиков берут на вооружение даже за рубежом. В тех же самых Соединенных Штатах буквально в прошлом году было сформировано агентство, которое начинает не дублировать и копировать, а пытается осмыслить наш опыт и реализовать его на собственной территории. Допустим, по наиболее активно применяемым даже в нашем регионе террористическим учениям, которые проходят минимум, наверное, не менее четырех раз. Этот опыт, видео, которое выставляется в открытом доступе, активно изучается и используется для попытки формирования аналогичных систем и на Западе. Во многом на этот опыт повлияли именно те страшные события, которые мы до сих пор вспоминаем. В Беслане, Буденновске, Волгограде, Санкт-Петербурге, Москве хочется верить, что они больше никогда не повторятся. Ирина Корчегина, Николай Шилко. День с толком.